Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на канале Мама Может. Сегодня у меня для вас видео мотивашка на уборку. У меня уже достаточно давно не выходили ролики такого плана. Вы знаете, что обычно я делаю уборку каждый день по 30 минут. То есть 15 минут у меня уходит на уборку по верхам и 15 минут на уборку в зоне. И в принципе обычно нет необходимости в глобальной уборке, знаете, когда нужно потратить целый день, убираясь в каждом помещении дома разом. Но все же у меня случаются исключения из правил, периоды, когда я выбиваюсь из какой-то привычной колеи. Либо у меня загруженная неделя, и до уборки не доходили руки. Ну, либо просто не было желания или настроения возиться со всякими домашними делами. И тогда достаточно всего недели, чтобы дом пришел в неугодный вид. Я сама просто ненавижу, когда такое происходит, но все мы не без греха. И от бардака никто не застрахован. И в этот раз у меня получилась именно такая ситуация. Вообще у меня помимо определенных распланированных дел на месяц, я имею ввиду, что и где нужно помыть, есть еще и так называемая еженедельная уборка. То есть это тот объем уборки, который необходимо выполнять каждую неделю. Сюда входят абсолютно элементарные вещи, которые делают все хозяйки, да еще и по несколько раз в неделю. Но количество раз в неделю это, конечно же, уже по возможности. Вот раз в неделю эти дела нужно сделать железно. Все вы, конечно, поняли, что конкретно я имею ввиду. Это элементарная уборка на кухне, в туалете, протирание пыли и мытье полов. Я обычно стараюсь делать это все постепенно, в течение недели, но в этот раз у меня не тот случай. Поэтому сегодня придется сделать легкую уборку практически во всем доме и лишний раз упрекнуть себя в том, что я такая вот лентяйка, не пожелала поработать 15 минут в день на неделю, теперь буду отдуваться полдня. Уборку свою я сегодня начала с посуды. Честно сказать, сама просто ненавижу, когда на утро остается грязная посуда. И все-таки стараюсь обычно как-то с вечера кухню подготовить к следующему дню. Но бывают у меня такие моменты, когда к вечеру уже действительно ты как выжатый лимон, и при одном только взгляде на посуду тебе становится плохо. И ты не знаешь, как дотащить свое тело до раковины и поставить его мыть эту проклятую посуду. Поэтому в такие моменты решение приходит в голову само собой оставить ее до завтра. Посуду я обычно мою под какой-нибудь сериальчик. Сейчас я в тысячный раз пересматриваю сериал «Сверхъестественное». Он один из моих любимых. И я, наверное, не устану от него никогда. Я вообще на кухне нахожусь всегда с сериалами. Для меня просто, ну знаете, невыносимо мыть посуду или готовить, да и вообще делать уборку без какого-то звукового сопровождения. Это может быть хоть сериал, хоть какая-то передача. Это всегда что-то такое, на что не обязательно смотреть. То есть сериалы, которые я уже когда-то пересматривала, и мне, в принципе, сейчас не обязательно смотреть на экран. Либо это какая-то передача или документальный фильм, где, в принципе, не обязательно смотреть, главное слушать. После того, как я закончила мыть посуду, я навожу порядок в обеденной зоне, убираю все лишнее, протираю стол и стулья. Я, честно сказать, сама очень не люблю железные стулья с сидушками из эко-кожи. У меня они почему-то ассоциируются с, знаете, местами общественного питания, например, какой-нибудь студенческой столовой, у меня душа лежит к стульям деревянным. Но, к сожалению, мы переезжали без мебели и со своими стульями распрощались еще в Кунгуре. А здесь купить сразу всю мебель, да еще такую, какую хочется, не было финансовой возможности. Поэтому пришлось приобрести самый доступный вариант, эти самые металлические стулья. И знаете, при всей моей нелюбви к ним, я оценила их главное преимущество. Их надежность и простота в уходе. Достаточно просто протереть их тряпочкой, и они как новые. Кстати, если вы обратили внимание, то заметили, что я протираю все с использованием одного и того же средства. Кто на канале со мной уже давно, тот знает, что мы стараемся по минимуму использовать химию во время уборки. Поэтому я сама намешиваю такое легкое, незамысловатое средство. Вода, уксус, спирт. И, в принципе, этим средством все и обрабатываю. Но за исключением сантехники ванны, там я все-таки обычно использую химию. Но, к сожалению, сейчас она у меня не вовремя закончилась. Бежать за ней сейчас в магазин у меня нет абсолютно никакого желания. Поэтому сегодня я обойдусь своим средством, а завтра уже все нормально продезинфицирую. После этого я обычно слегка протираю холодильник. Внутри я его мою раз в месяц. Вот снаружи он обычно за неделю у меня зашлепывается. Поэтому раз в неделю его протирать просто необходимо. Затем я протираю варочную панель. У меня панель индукционная. Я до сих пор, знаете, не могу на нее нарадоваться. К ней ничего не прилипает, не пригорает. Поэтому ее достаточно просто протирать влажной тряпочкой. Не требуется никаких чистящих и моющих средств. И не требуется потратить массу времени на оттирание. Обычно я после готовки просто протираю столешницу. И тут же заодно прохожусь по панели. В общем, в сравнении с моей прошлой газовой панелью, это просто чудо чудное, которое я уже никогда ни на что не променяю. Даже если в нашем доме когда-нибудь появится газ, индукцию на газовую плиту я ни за что не променяю. Затем я просто протираю фасады кухонных шкафчиков и дверцу духового шкафа. Это просто такая мера поддержания чистоты. Тщательно чищу и мою я их буквально раз в месяц. А раз в неделю просто протираю. Ну и с кухней, в общем-то, на этом все. После этого я перехожу в гостиную зону, где просто создаю такой зрительный порядок. То есть раскладываю вещи по своим местам. Ну и здесь у нас пока хранится одежда за неимением гардероба. Поэтому и чистое белье после стирки я тоже все стаскиваю сюда. Здесь мне его просто удобнее разобрать, разложить сразу по своим местам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На следующей полке я храню средства для уборки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее навожу порядок на подоконнике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Далее перехожу к чистке душевой. Обычно использую там дезинфицирующий гель, ну на худой конец парогенератор, но сегодня обойдусь своим средством. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Затем перехожу к унитазу, придется обойтись сегодня все тем же средством. Унитаз я мою одноразово вискозной салфеткой, а затем протираю бумажными полотенцами или салфетками. И так как у меня сегодня нет дезинфицирующего средства, то в унитаз я просто немного насыпала стирального порошка. Далее я протираю стиральную машинку и мою раковину. Раковину я в принципе мою почти каждый день, поэтому слава богу никаких особо сложных загрязнений на ней нет, так что и мое средство с успехом справится. Вот в принципе... Добавил субтитры сделал DimaTorzok Осталось привести в порядок полы. Сначала я запускаю валерку, а затем уже перехожу непосредственно к мытью. Это уже последний этап моей уборки, силы мои давно на исходе и я лишний раз убеждаюсь, что лучше каждый день и по чуть-чуть, чем вот так и раз в неделю. На этом у меня все, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Прощаюсь с вами до следующего видеоролика. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok